Спасибо! И очень круто, потому что вот все, кто пришли, значит, эти люди правда меня любят и правда понимают, насколько это важно для меня. Вот Женечка со сердечки. Добрая булочка. Эта девочка упала в мою жизнь, как падает яблоко в летнем саду. Внезапно и прямо в лоб. Эта девочка на пальцах объясняла мне все свое устройство, сидя в шумных кафе, таская меня за руку по городу, грустно опираясь на поручень в вагоне метро. Эта девочка так задумчиво смотрела и объясняла бесконечно. Я сперва слушал и запоминал, а после начертил карту ее устройства, чтобы не сломать в ней голову, не сгореть и не сгинуть в болотах. Эта девочка меняла свое натру по настроению. Каждый день я встречался с кем-то другим. Иногда она хлопала ресницами и бесила меня лобой розовый пузырь жвачки о моей губы. Оставалась вкусом сладкой ваты. По-детски блестела глазами. Иногда я гладила ее сидящую на мне, и глаза ее пугали меня. На меня смотрела женщина, которая проработала в борделе минимум лет пятьдесят. Иногда я смотрела ей в глаза, и мне казалось, что она не узнает меня. Настолько она была безучастна ко мне и ко всему. Иногда она говорила, что очень любит меня. Иногда кричала, что ненавидит. Иногда пускалась долгие размышления о том, зачем я испортила ей жизнь и зачем она со мной возится. Есть такие люди. Они не созданы для любви. Они слишком странные вообще для всего. Мы расстались, когда я говорила ей о том, почему мы расстаемся. Она серьезно кивала и устала, вздыхала только и всего. Ни слез, ни просьб. Я потом не видела ее больше. Я так и не была в итоге счастлив ни с кем. Я все думала о том, что эта девочка была похожа на красивое кино, которое смотришь в кинотеатре и хочешь ощутить все, что чувствуешь на экране, но ощущаешь только липкое просаленное кресло под пальцами. Я умер в 79. Год не дожив до 80. Я не ожидал, что умру. Я никогда не хотел думать о своей смерти. Когда я посмотрел на свою жизнь сверху, я вдруг ясно понял странную вещь. Это я не был создан для любви. И это мы все, кто ходил на работу, исправно платил налоги, планировал свою жизнь. Это мы все были не готовы и не созданы для любви. А она была любовью, самой чистой, первозданной формой любви. Я видела ее сверху, она так и ходила среди людей. И все они думали, как и я когда-то, что она слишком странная и не подходящая ни к чему. Я крикнула ее тогда, не надеясь, что она услышит меня отсюда. Она подняла голову вверх и улыбнулась мне. Играет музыка Играет музыка